По словам начальника управления здравоохранения Брестского обл. исполкома Виктора Михайловского, результаты работы медицины региона за минувший год можно оценивать положительно. Брещино – единственная среди областей страны, где сфиксирован естественный прирост населения, то есть рождаемость превышает смертность. По прошлому году такой же был, и в этом году мы не снизили положительный естественный прирост. Чем мы смогли это добиться? Это, конечно же, лечением больных с болезнью системы кровообращения. Вот эти новые технологии, которые внедряются в кардиодиспансере и аортокоронарное стентирование, лечение острого коронарного синдрома, лечение онкологических заболеваний на более ранних стадиях, позволило добиться положительного естественного прироста в Брестской области. Работа по улучшению оказания медицинской помощи на всех уровнях будет продолжена и в 2016 году. Особое внимание Виктор Михайловский призвал уделить населению, которое проживает в сельской местности. Проведенный специалистами анализ выявил, что именно в небольших населенных пунктах, деревнях и селах показатель смертности выше среднего, и эту тенденцию необходимо исправить. Будет поставлена задача всем руководителям лечебных учреждений в этом году больше внимания уделять сельскому населению. Это позволит нам еще больше добиться где-то положительного естественного прироста. Но если говорить в цифрах, в целом по области у нас 12,69 смертность, а в некоторых регионах смертность превышает. То есть есть и 18,4, и 18,6. И, как правило, это районы, которые более пожилое население проживает. И если оказать помощь вот этому более пожилому населению, мы сможем еще улучшить показатели нашего региона. Повышение уровня оказания медицинской помощи невозможно без укрепления материально-технической базы. В 2015-м на Брещене на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения было израсходовано около 340 миллиардов рублей. Еще более 170 затращено на техническое переоснащение больницы-поликлиник. Модернизация будет продолжена. В текущем году планируется завершить строительство инфекционного корпуса Брестской областной больницы, а также ввести в строй спальный корпус Центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.